Здравствуйте, православные! 30 декабря, вот почти кончился этот год многострадальный. Мы вспоминаем вместе с церковью на площадке русской конописной школы память пророка Даниила и трех отраков Анания, Азария и Месаила, преподобного Даниила и исповедников с химией Стефана. Из новомучеников сегодня вспоминаем священномученика Александра и Николая и Сергия Пресвитеров, священномучеников Петра и Анна Пресвитеров. А поговорим мы, конечно, о пророке Данииле. Он происходил из знатного иудейского рода, когда Новохудоносор завоевал Иерусалим в 606 году до Рождества Христова. Юный Даниил вместе с другими иудеями попал в плен, и там 15-летнего Даниила и других самых способных юношей определили в школу для подготовки к службе при царском дворе. И там учились три его друга, Анания, Азария и Месаил, изучали местный язык и разные халдейские науки. И при поступлении в школу, кстати, вот этим трем друзьям пророка Даниила сменили имена на Сидраха, Месаха и Авдинага. Однако с принятием языческих имен юноши не изменили обычаи отеческим. И там, ну, собственно, кто не прогуливал воскресную школу, тот знает. Я же хочу просто указать на то, что, смотрите, послужить Господу можно даже в чужой стране, даже в моменты национального унижения, ну, потому что для патриота падение столицы и угон в плен огромного количества лучших и знатнейших, да, ну, там, понятно, есть там золотая молодежь, мажоры, у которых там золотая ложка была уже с рождения, но есть ведь и действительно талантливые и верующие люди. И вот, заметим, эти юноши, они не изменили вере отцов и преуспели. И никто из них не спросил, что, а что это вы учились у другого царя, да, это же был расчет-то очень тонкий, политический, а если ваши правители, если дети вашей элиты учатся по нашим лекалам на нашем языке, то, собственно, чья же это элита? И вот тут оптимистичный такой подход, что вот не все забывают свои корни, и даже сменив имена, и даже вынуждены следуя обычаям, они вот как-то взяли и не отступили. И вот из пророка Даниила самое знаменитое из его видений. Вторая глава, прямо с самого начала. Во второй год царствования Новохудоносора снилось Новохудоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него, и велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем, и сказал им царь, сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон. И сказали халдеи царю по-арамейски, царь, во веки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его. Отвечал царь и сказал халдеям, слово отступило от меня, если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и дома ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть, и так скажите мне сон и значение его. Ну тоже, представляете, это хорошее такое испытание профессионализма, что если человек гадатель и сказитель, это вот из серии «Ищем ясновидящих, а куда обращаться вы и сами знаете». Или «Здравствуйте, я ясновидящий, а вы видите его и расстреляете». Если бы действительно был ясновидящим, то не пришел бы. Ну и вот тут, да, они должны не только истолковать сон, но даже рассказать царю, что же ему снилось. И не смогли. И рассверепел царь, и сильно разгневался, и приказал истребить всех мудрецов бавилонских, и даже вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарища его, чтобы умертвить их. Тоже слишком такой человеческий момент, да. Даниила ведь не был среди тех, кто, простите, стяжал репутацию, достиг положения, то есть абы кого, да, то есть у царя там камин прохудился во дворце, но не позовут туда младшего помощника, старшего печника из деревни Гадюкина, а позовут признанного мастера своего дела, у которого репутация, которая знаменит на всю страну, да, и также тут гадателей-то не абы каких позвали, а как убивать, так давайте найдем, значит, вообще всех, да. И тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ореоху, начальнику царских силохранителей, который вышел убивать мудрецов бавилонских, и спросил Ореоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление от царя, и тогда Ореох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Ананиями Саива и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милостыня у Бога небесного об этой тайне. И открыта была тайна Даниилу в ночном видении. И после пошел Даниил к Ореоху, которому царь повелел умертвить мудрецов бавилонских, пришел и сказал ему, не убивай мудрецов бавилонских, веди меня к царю, я открою значение сна. Ну и наконец, вот, да, интрига создана, что же, что же было. И вот вторая глава, 31 стих и далее. Тебе, царь, было такое видение, вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, а чрезвычайном блеске стоял он пред тобой, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь и руки его из серебра, чрево его и бедра медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. И ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук ударил истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великою горой и наполнил всю землю. Вот сон, скажем пред царем и значение его. Ты царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает, раздробляет все, так и оно, подобно сокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечную глиною. И как персты ног его были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, а частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечной, это значит, что они смешаются через семи человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И в те дни Бог небесный возлюбит царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Ну то есть это вот та самая часть Библии, которую интуитивно знают все, ну как минимум хотя бы раз вот такое слышали. Ну и разумеется это вот древнее царство и заканчивается царством римским, которое приходит в запустение, и пока римляне верили сами в то, что они самые богобоязненные, несут законный порядок, это было как собственно вот царство железное, дисциплина, твердость и крепость духа. А когда римляне перестали верить в то, что сами исповедовали, то и царство их пришло к запустению, ну и потом случилось христианство, которое покончило вообще с античным миром целиком. Ну на сегодня все, думаю достаточно было тем для размышлений на грядущий день. Берегите себя и возвращайтесь завтра, православные.